Сегодня на студии заместитель мэра, курирующая, наверное, самое чувствительное для населения направление, социальный блок. Екатерина Петровна, добрый день, спасибо, что пришли сегодня к нам. Поправьте меня, если я ошибаюсь, 30 лет назад у нас последний раз вводилась в эксплуатацию школа. Население у нас пребывает каждый год довольно-таки существенно. Ситуация с местами в детских садах, в школах, ну, прямо скажем, она близка к катастрофе. Что сегодня делается? Есть ли предпосылки к тому, что ситуацию каким-то образом удастся переломить? Да, действительно, ситуация критичная, но для того, чтобы именно вот ее переломить, делается сейчас очень много. Глава нашего города Юрий Федорович Поляков поставил нам четко задачу. Сейчас это приоритетное направление для всех. И уже на выходе у нас есть несколько объектов, о которых я бы сейчас хотела сказать и вам, и жителям нашего города. Миграционные потоки действительно позволили нам прирасти большим количеством населения. Это трудоспособное население, это в том числе молодые семьи, которые имеют детей. И мы рады, что к нам приезжают гости, остаются, потом становятся жителями нашего города. Но социальная инфраструктура не выдержала и не выдерживает такого потока. Что делается сейчас? Расскажу для начала в разрезе детских садов. У нас есть уже практически завершенный проект, он в стадии уже финального этапа. Это детский сад по улице Лазурной. Это детский сад на 160 мест, где мы сможем принять наших деток уже в этом году. Что сейчас там делается? Сейчас уже ведутся отделочные работы, ведется благоустройство территории. Мы закупили плитку. То есть ведутся вот такие уже финальные моменты, которые позволят нам потом уже завести туда необходимый инвентарь, завести туда мебель. И после этого, получив лицензию, пригласить, сделать большое открытие и завести туда, наконец-то, наших анапских детей. Это большое событие. Мы его, конечно, очень ждем. Что еще касательно детских садов? Это детский сад номер 2 на улице Крымской. Мы тоже все знаем этот социальный объект. Мы тоже следим за его судьбой. Жители очень активно участвуют, постоянно спрашивают, что касается этого объекта. На сейчас уже есть подрядчик, он определен. Прошли конкурсные процедуры. На этой неделе подписан договор. И этот подрядчик заходит на этот объект для строительства. Подготовительные работы уже проведены. И администрация будет четко отслеживать по контракту сроки исполнения. В соответствии с законодательством будет осуществляться надзор за строительством этого социального объекта. Этот детский сад у нас на 80 мест. То есть по проекту, по нашему контракту строительство должно осуществиться за 9 месяцев. То есть вот эти сроки для нас контрольные мы будем следить практически в ежедневном режиме. К тому же это центральная часть города. Все будут видеть, как он растет. Для нас это тоже очень долгожданный проект, который наконец-то будет реализовываться. То есть видимая его часть. Потому что большая работа, документальная, подготовительная. Она была незрима, она велась. Но сейчас это выходит на такой уровень визуализации. Что еще касается наших детских садов. Это пристройка в детском саду номер 31 Зоренька в поселке Супцех. Там у нас будет пристройка на 56 мест. Глава нашего города четко поставил задачу увеличить это количество. Потому что изначально это была пристройка на 28 мест. Но мы понимаем, это не то количество детей, которое необходимо для того, чтобы очередь сократить. И задача его была выполнена. На 56 мест мы увеличиваем эту пристройку. Уже согласовывается проект. В конце апреля он будет согласован. В мае пройдет экспертиза. И после этого, уже начиная с этих месяцев, с летних, будут вестись уже непосредственно строительные работы. Ждем также вот этот объект, который нам очень нужен. Нужен селу, нужен нашему городу. Что касается объектов школы и школьной инфраструктуры. Конечно, здесь ситуация достаточно сложная. Она не может не тревожить. Потому что растет детское население, которые потом идут, естественно, в школу. Из садиков они идут в школу. И мы уже понимаем, что сейчас многие районы, городские, особенно городская черта, они просто трещат по швам. Школы наши не выдерживают. Но и здесь у нас есть радостные моменты, о которых хотелось бы сказать. Работа эта тоже поступательно велась. Подготовлен полностью пакет документов на пристройку к шестой школе на 400 мест. Также для нас долгожданный объект. Уже подтверждены краевые деньги. Мы получили выписку из протокола. Сейчас готовится соглашение на получение этих денег в муниципалитет. Формируется конкурсная заявка. И мы уже также приступаем к строительству этой пристройки на 400 мест на территории шестой школы. Это наиболее густозаселенный у нас район. Это спальный район. И нам она очень-очень нужна. Что касается перспективы еще подобных проектов, то у нас сейчас ведется в этом году проектно-сметная документация на объект школы по улице Спортивной. Это долгосрочная перспектива. Но чтобы она реализовалась, мы многое делаем уже сейчас. Ведутся предпроектные работы. Многие уже стадии согласования прошли. Это и водоподведение, это и необходимые технические условия. Сейчас работаем над светом. Как только получаем все эти согласования, формируем уже проектно-сметную документацию, с которой мы можем выйти на экспертизу. Это большая школа на тысячу мест, которая позволит нам разгрузить наш муниципалитет. Также хотелось бы отметить, что есть готовый проект на школу 395 мест по улице Ленина, 191. Это полностью сформированный пакет документов с прошедшей уже экспертизой. Мы также сейчас включаем этот проект в несколько краевых программ, для того, чтобы была возможность получить нам какое-то краевое финансирование. Сейчас активно работаем. Постараемся также этот проект куда-то внедрить в какую-то краевую программу, для того, чтобы впоследствии мы могли его реализовывать. На территории сельских округов некоторых также ситуация достаточно сложная. Мы понимаем, что сейчас выдаются и участки земельные для многодетных семей. А если многодетные семьи, то, конечно, наши дети, это, опять же, детские сады, это школы, это блок лечебный, соответственно, и медицина здесь касается. Поэтому это действительно такая комплексная проблема, над которой сейчас работают абсолютно все. Абсолютно все. И строители, и проектировщики, и наш социальный блок. Поэтому я думаю, что все вместе, консолидировав таким образом усилия, мы сможем ситуацию переломить. Она уже сейчас, можно сказать, выходит на такую динамичную кривую. И сделаем все для того, чтобы нашим жителям, людям, которые живут в нашем городе, было комфортно. Чего в достатке в Анапе, так это новых жилых микрорайонов. Где строят, как строят, это тема отдельной передачи, отдельного разговора. Но я хотела поговорить о другом. Когда застройщик заходит на территорию, строит дома, естественно, получает прибыль с продажи этих квартир, ну, наверное, должен присутствовать здравый смысл. Наверное, он должен думать о том, как обеспечить инфраструктурой тех людей, которые будут жить в его квартирах. То есть, необходимо поликлиника, наверное, да, детский садик, школа. И здесь появились примеры, ну, я бы назвал это ответственного бизнеса. Вот небольшой материал я предлагаю посмотреть, после чего мы опять вернемся к разговору. Руководитель строительной компании Виктор Леонтьев ведет главу Анапы по будущему детскому саду. Он рассчитан на 160 мест. Строится по индивидуальному проекту на улице Лазурной в Алексеевке. После завершения стройки здание детсада передадут муниципалитету. Рабочие уже приступили к отделке. Застройщик обещает, что выполнена она будет современными материалами. Здесь просторно выдержаны все ГОСТы. С учетом того, что здесь ведется такая многоэтажная застройка, он здесь просто будет нам необходим. Необходим. Конечно, мне хотелось бы, чтобы это было вчера, позавчера. Буду просить вас как можно быстрее нам его сдать, потому что если вы нам его сдадите, мы быстрее примем участие в закупках того оборудования, и мы его окончательно откроем. Еще один проект получил путевку в жизнь. Шестая школа прирастет дополнительным корпусом. Заявка муниципалитета одобрена. Финансирование почти 300 миллионов рублей из краевого бюджета рассчитано на два года. Микрорайону, где детское население год от года прибывает, этот проект нужен как воздух. Она просто необходима, потому что особенно в начальной школе очень много сейчас параллели, очень большие. То есть у меня у ребенка, по-моему, 7 третьих классов, знаю, что у вторых 8 и так далее. Потому что с каждым годом классы увеличиваются, и численность в них до 40 человек достигает в некоторых классах. Поэтому это просто необходимо, я считаю. Даже, может быть, не только в пристройках дела. Хочется и новые школы увидеть полномасштабные. И, конечно, потому что Анапа растет и строится сейчас очень темпами большими. И просто необходима инфраструктура. Глава Анапы ставит задачу – готовить новые проекты под школы и детсады и добиваться по ним финансирования. Виктория Петровна, есть поручение главы находить так называемые пятна застройки и бронировать их под социальные объекты. Что делается, что уже сделано? Действительно, такое поручение Юрий Федорович выдал. И для нас это долгожданное поручение, потому что мы видим, что вот такая хаотичная застройка просто не позволяет нам сейчас дальше развивать нашу социальную инфраструктуру города. Потому что просто нет уже реально площадей. Что мы сейчас сделаем? Те пятна, которые у нас выявились в результате ревизии земельных участков, мы их застолбили под социальные объекты. В разрезе сельских округов у нас есть эта информация. То есть мы знаем, какие у нас есть объекты под гипотетические здравоохранения, под детские сады, под школы. Также и в разрезе города. В разрезе города их, конечно, меньше, но тем не менее они тоже есть. Это участок, как я уже сказала, по улице Ленина, 191, где там планируется школа и детский сад. Что касается объектов здравоохранения, то здесь мы работаем опять же с застройщиками, которые выдают нам, так скажем, возможность завести врачей именно на первые этажи для того, чтобы в дальнейшем они там вели прием. То есть работа началась, она будет вестись в этом направлении очень конкретно и продуктивно. Я знаю, что скоро приступят к строительству офиса врача общей практики в Чиконе. На какой стадии, на каком этапе реализации этого проекта? Да, тоже долгожданный для нас проект, для наших сельских жителей Первомайский. Это самый большой сельский округ в нашем муниципалитете. И кабинет врача общей практики мы ждали очень долго. Был выделен земельный участок специально для этого проекта. В этом году мы получили краевое финансирование, полностью сформирована заявка. Сейчас ведутся конкурсные процедуры, и мы сможем уже в мае месяце заключить контракт и выйти на строительство этого объекта. В декабре месяце мы планируем завершить строительство. После этого процедура лицензирования данного кабинета. Я думаю, что в первой половине следующего года мы сможем уже принимать людей данного сельского округа. Замечательная новость. А что касается расширения амбулатории в Станице-Анапской? Да, тоже Станица-Анапская прирастает большим количеством населения. Практически уже сравнялось с городской чертой. Людей очень много. Амбулатория работает в таком очень интенсивном режиме. И сейчас мы работаем над увеличением количества мест в дневном стационаре. Ведутся сейчас ремонтные работы именно на территории этого объекта. И в октябре-ноябре месяце мы уже сможем принять первых посетителей в данных площадях. Нет возможности в каждый населенный пункт организовать там офис врача общей практики. Нет такой возможности. Нет столько денег в бюджете, хотя хотелось бы, наверное. Дни здоровья. Вот насколько эффективна эта практика? Будет ли она продолжена? Может быть какие-то будут изменения корректировки? Практика проведения Дней здоровья на территории сельских округов, уже проведенный период мы можем проанализировать. Она себя оправдывает. Почему? Потому что медицина едет на село. Не врачи-терапевты, которые принимают, а именно узкоспециализированные специалисты, которые нужны. Это и хирурги, это и окулисты. Мы привозим туда аппараты УЗИ, мы привозим туда кардиограммы, то есть возможность людям, не отходя далеко от своего места проживания, не выезжая куда-то, не тратя для этого особых усилий, прийти и получить все в комплексе. Себя продиагностировать. Взять кровь на уровень сахара, на возможность узнать, какой-то холестерин, пройти врача-эндокринолога, потому что заболевания щитовидной железной эндокринной системы у нас с каждым годом растут. И вот эти проведения таких Дней здоровья взрослых и для детей, это возможность нашим людям спокойно, без суеты, без очереди, получить полную картину клиническую состояния своего здоровья. В случае выявления каких-то патологий, мы прорабатываем маршрут лечения, уже выдаем определенные рекомендации для того, чтобы человек уже понимал, да, ему нужно заняться точечно своим здоровьем, обратить внимание на ту или иную проблему и заниматься этим вплотную. То есть для этого возможность, конечно, есть. Хотелось бы отметить, что у нас звено медицинское достаточно хорошо развито на территории сельских округов. Время доезда кареты и машины скорой помощи у нас 20 минут не превышает этого норматива. Мы говорим о том, что любой человек, даже если он не может прийти, он может вызвать машину, получить необходимую квалифицированную помощь. Мы не уменьшаем наше звено поликлиническое абсолютно ни на одну единицу. То есть если есть какие-то оптимизации, то это исключительно в интересах наших жителей. И это для нас самое главное, потому что прирастает город именно сельскими округами. И мы там ни в коем случае не должны вот это звено не упускать ни на минуту. Это на особом контроле. Мы все делаем для того, чтобы жителям наших сельских округов было комфортно там проживать, а значит и получать медицинское обслуживание. Екатерина Петровна, есть такое выражение, пока есть Дом культуры, село живет. Гражданам, наверное, это не особо понятно. А для селян крайне актуально, потому что это и очаг культуры, и досуг, по сути говоря. Что сегодня здесь делается? Да, действительно, Дом культуры на селе – это особая история, это сердце, наверное, каждого сельского округа. Это замечательно, что это наше культурное сердце бьется достаточно ровно и хорошо, потому что мы планомерно производим ремонты в наших домах культуры. Буквально в 2017 году завершился замечательный ремонт, который мы сделали за счет краевых средств в Доме культуры села Юровка. Мы ждали его очень долго, получился очень хороший объект, новый, обновленный. Это позволяет нашим жителям получать действительно возможность приобщения к культуре не только нашей Кубани, Анапы, но и общемировой культуры, потому что проходят постоянно какие-то выставки, проходят концерты. Есть возможность увидеть самодеятельность не только этого округа, но ведь очень часто мы делаем концерты по обмену опытом. То есть приезжают коллективы абсолютно разных сельских округов для того, чтобы попробовать новую площадку концертную, для того, чтобы жители обменялись и увидели, какие действительные тенденции у нас в принципе есть в городе. Городские наши коллективы приезжают в село. Мы этим активно занимаемся и понимаем, что пока эта работа ведется, пока она у нас находится на постоянном контроле, жизнь в селе будет такой радостной, очень наполненной и насыщенной. И это касается абсолютно всех категорий граждан от мала до велика. Дети ходят в наши секции, в кружки, которые там ведутся, в художественную самодеятельность. Сейчас очень активно развивается прикладное творчество. Мы занимаемся карвингом, мы занимаемся какими-то поделками. Они тут же видят результаты своей работы. Родители рады, что дети их под присмотром. Родители посещают. Концерты потом выездные, выпускные. То есть все для того, чтобы была возможность на селе действительно отдыхать и душой, и телом. Спасибо, Екатерина Петровна. Скоро наступит, наверное, самый главный праздник, один из самых главных праздников – День Победы. Что интересного будет в праздничной программе, как будем поздравлять ветеранов? Действительно, праздник для нас особый, со слезами на глазах. Ведь мы не только город-курорт, не только детская здравница, мы и город воинской славы. И очень много мы вложили в эти слова «город воинской славы». Это работа, патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения, забота о ветеранах, она у нас идет ежеминутно. Мы ни на один день не забываем про нее. В школах, в детских садах, да и просто даже сюжетные линии мы видим. Постоянно у нас на виду наши ветераны, постоянно какие-то мероприятия проводятся. Ведь мы уникальное поколение, мы сейчас имеем возможность разговаривать с этими людьми. Для нас сейчас дорог каждый такой человек. И в преддверии 9 мая мы, конечно, проводим наши патриотические акции, молодежные акции, которые объединяют всех абсолютно жителей нашего города. Мы выезжаем к этим нашим ветеранам, поздравляем их, говорим слова благодарности за то мирное небо, за возможность жить и видеть этот замечательный мир. И, конечно, мы говорим о том, что сами не допустим того, что было когда-то в жизни их. Для нас это самое главное. Ну и, конечно, общегородские мероприятия. Начнутся они 8 мая с факельного шествия, традиционного нашего мероприятия, когда мы вечером возлагаем огонь памяти на воду. Потом у нас 9 мероприятие уже 9 мая на следующий день. Это парад, это работа тематических площадок. Мы задействуем сквер Гудовича. Каждый человек от мала до велика сможет принять участие и для себя найти что-то интересное. Будут и концерты под открытым небом, будут театрализованные площадки работать. Любой абсолютно сможет там найти себе занятие по душе. Ну и, конечно, прием наших дорогих ветеранов будет главой города. Мы тоже к нему готовимся, будет отдельная концертная программа. Хотелось бы отметить, что не менее значимо будут проходить мероприятия на территории сельских округов. Там тоже будут событийные, пройдет событийная лента, будут подключены абсолютно все дома культуры на территории сельских округов. Все сделаем для того, чтобы праздник этот прошел грандиозно, значимо. Готуемся уже сейчас к нему. Актуальная тема – это волонтерское движение в Анапе. Без них сегодня без волонтеров никуда. Они на чемпионате мира по футболу будут нас работать, они ветеранов на 9 мая будут поздравлять. На каких позициях сегодня в Анапе волонтерское движение, как вы его сами оцениваете? Да, волонтеры города Куртанапа – это абсолютно особое явление, потому что волонтерство у нас зародилось в городе очень давно. Ему уже более 10 лет. Мы начинали волонтерское движение, когда еще не было особых даже и методических рекомендаций. Просто был круг единомышленников, которые понимали, что нужно делать такими общими усилиями какие-то хорошие дела, теория малых дел. И вот сейчас это действительно у нас вышло на уровень такого движения, волонтерского движения. Работает в городе школа волонтеров, которая позволяет на такой системной практической основе выводить эту работу. Особенно объединило нас события, которые мы все ждем – это чемпионат мира по футболу. Мы сейчас готовим наших волонтеров, которые будут встречать наших гостей, которые уже сейчас проходят активно уроки в этой школе волонтеров. Это и английский язык, это умения и знания истории Кубани, России, Анапы. Тут, конечно, мы должны очень серьезно отнестись к этой работе. Нам помогают активно серебряные волонтеры, которые замечательно себя абсолютно проявили на Олимпиаде в Сочи. Ну и вообще волонтеры, конечно, это не только помощники при проведении мероприятий, это не только событийное волонтерство. Это и медицинское волонтерство, и волонтерство экологическое, помощь с животными. То есть здесь абсолютно, это не только молодежное движение, это движение, которое объединяет и работающих граждан нашего города, кто в, так скажем, в свободное время от своих таких трудовых будней работает на благо города, помогая. Опять же, нашим ветеранам, помогаем людям, которым необходима какая-то помощь, многодетным семьям. Они у нас, конечно, первые помощники при проведении различных акций общегородских. Словом, движение это действительно у нас очень сильное, очень такое мощное. Для молодежи мы специально заполняем личные волонтерские книжки, которые позволят им потом получить какие-то бонусы при поступлении в тот или иной ВУЗ, если они захотят воспользоваться этой возможностью. Поэтому, пользуясь случаем, призываю всех вступать в ряды волонтеров нашего города. Это очень достойно и почетно. И знаете, вот на ведении порядка у нас волонтеры тоже на передовой. Наша снимочная группа была с ними как раз на таком десанте чистоты. Другая посмотрит сюжет, потом вернутся в студию для разговора. Пока в водоеме есть жизнь, не все потеряно. Принято считать, что лягушки любят чистую воду. Но это лишь видимая, точнее, больше слышимая часть экосистемы. Здесь живут змеи, водится рыба. Черепаха оглядывается по сторонам. В размеренную жизнь умешались добровольцы с добрыми намерениями. Это уже не ручей, а так называемая «малая река» Можипсин. Она протекает через Сабанабалку. Дома и пансионаты, расположенные на верхней дороге и Пионерском проспекте. На берегу и в воде масса предметов, которые когда-то были нужны человеку. Мешки для мусора наполняются быстро. Мне интересно, как развивается природа и как она портится. То есть влияние человека на окружающую среду. То есть, что сделал человек, чтобы докатилось до такого состояния. И что должен сделать человек, чтобы вернуться к изначальному состоянию. С пятого класса попала на Олимпиаду по экологии. Мне понравилось и пошло, поехало. Татьяна Кадникова из села Субсех учится в 11-й школе. Экология для нее хобби с прицелом на основную профессию в будущем. По ее мнению, данный случай не смертелен, если, конечно, его лечить, чем и заняты добровольцы. Это будет долго, сложно, муторно, но можно. Делать уборки хотя бы раз в месяц, то в ближайшие 2-3 года. Одинственная проблема – это люди и мусор, который они оставляют. Здесь 14 человек. Добровольцы до представителей молодежного центра 21 век. Вторая группа в районе плавни реки Анапка вместе с волонтерами серебряного возраста. Экологический десант города-курорта мобилен и легок на подъем. Вот вчера к вечеру поступило задание, написали в группе и уже сегодня знали точное количество, кто придет. Волонтерское движение по сравнению с прошлыми годами, с 2016 года, очень активно действует. Ребята желают вступить в ряды волонтеров. Уже выдано более 400 волонтерских книжек. И экология – одна из стратегических точек приложения усилий. С января добровольцы уже дважды выходили на высокий берег. Обычно в год проходит не менее десятка акций. Их основная задача – не просто сделать берег чище, но и обратить внимание на проблему, которую не решить силами только добровольцев. Каждая акция, как своеобразное обращение, адресована предпринимателям, а также жителям и гостям, установить урну и обеспечить вывоз мусора – не так дорого, а донести до нее бутылку или банку – не так долго. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа-регион. Викторин Петрович, ну вот помимо наведения порядка, это дело общее, я для себя сделал еще один вывод, что чисто не там, где убирают, чисто там, где не ссорят. И как вот эту вот прививку культуры, поведения на территории, где живешь, нам все-таки вот сделать население, вообще насколько активно население сегодня включается в эти процессы, наведение порядка? Я хочу сказать, что процессы включения в эту активность достаточно высокие. Особенно это видно сейчас, когда уже солнышко так начинает очень хорошо пригревать, когда мы видим, что действительно уже Анапа хорошеет, готовясь к курортному сезону, и мы видим, что абсолютно все включаются в эту подготовку. Во дворах работают наши активисты, они убирают, они вскапывают уже палисадники, наши молодежные волонтеры уже пошли убирать наши берега, эта работа постоянно идет. И я хочу сказать, что у нас очень высокая активность населения. Я думаю, что наш город, он и так у нас очень красивый, мы его все очень любим, он станет еще краше. Ведь мы все жители нашего города, это значит, что если каждый сделает чуть-чуть больше, поверьте, город-курорт Анапа очень отзывчивый. И мы вместе сможем сделать его и краше, и лучше. Игорь Негода, спасибо большое, что сегодня пришли, спасибо за этот разговор, и хочу вам искренне пожелать удачи. Спасибо вам, всего доброго.